всем привет и спасибо что вернулись в крипто вселенную сегодня мы поговорим с вами о биткоине красота математики часть 35 друзья если вам нравится такой контент подпишитесь на канал поставьте под видео лайк и посмотрите распродажу into the cryptoverse премиум на сайте into the cryptoverse точка ком я хотел сказать вам друзья что буду присутствовать на bitcoin майами в этом году поэтому буду рад с вами встретиться с тем с кем получится и я постараюсь организовать какую-то встречу и возможность общения в одной из аудиторий так что следить за новостями я постараюсь сообщить вам детали если у меня все получится и я смогу встретиться с людьми которые следят за этим каналом и я признаю то что после того как я провел опрос по результатам которого большинство из вас сообщили что моя жена проводит эту серию выпусков лучше чем я поэтому после того как 21000 голосов проголосовала возможно есть следует возглавить этот выпуск так как она представляет лучшая серия биткоин красота математики чем это делаю я так что возможно скоро и останусь без работы став частью статистики по безработице в сша но я останусь по крайней мере на этот месяц чтобы разобраться и посмотреть на то что происходит и по состоянию на 1 мая на самом деле уже второе мая но по состоянию на 1 мая капитализация крипто рынка составляет 1 и 162 триллиона при этом справедливая стоимость находится на уровне около 20 12 триллиона что означает недооцененность примерно на уровне 42 процентов и если вы ранее не были знакомы с данной серии выпусков то в них мы смотрим на итоговую капитализацию крипто рынка не только по биткоину и вся идея заключается в том что если мы возьмем полностью все данные то справедливая стоимость крипто который мы можем плюс минус получить и которая в настоящий момент согласно данному типу анализа составляет примерно 2 триллиона но это не значит что капитализация крипто рынка может достичь 2 триллиона в этом году я считаю что мы проведем весь этот год под красные линии этой регрессии и над более низкой зеленой линией мы можем колебаться и выходить за пределы каких-то из этих линий в какой-то момент в году на небольшое время хотя нет никаких гарантий я считаю что скорее мы проведем 90 95 процентов времени года между этими двумя линиями логарифмических регрессий исторически мы так и делали во время пред до халвинговых лет да был пример 2019 когда мы вылезли вверх на некоторое время но это было относительно короткое время после чего мы вернулись обратно в оставшиеся полгода более того если мы посмотрим на 2015 мы буквально провели весь 2015 и весь 2016 и даже начало 2017 под трендовой линии регрессии справедливой стоимости сейчас справедливая стоимость 2 триллиона так что все еще может быть что что мы проведем достаточно много времени перед тем как окажемся над ней в более устойчивом положении опять же если мы возьмем движение за 2-3 месяца то хоть это может и не так долго занять но если мы с вами говорим о действительно значительном движении которые нас отправят выше линии справедливой стоимости которая с большой вероятностью нас отправит ближе к верхней трендовой линии логарифмической регрессии то скорее всего мы говорим о 2024 может быть даже 2025 году а не о чем-то таком как 2023 год если бы мне нужно было сомнительно поспекулировать но это по крайней мере то что нужно держать в голове и еще на один момент я хочу обратить внимание всегда нужно понимать где находится линия справедливой стоимости и что за контрольной точке на которой это линия опирается дело в том что мы можем опираться на предыдущие уровни и предыдущие цены но технически они более недооценены и отличный пример 2015 когда образовалась первое дно капитуляции в начале 2015 мы не были слишком сильно недооценено посмотрите как близко мы подошли к красной линии но в третьем квартале 2015 предхалвинга во года у нас было двойное дно но технически оно было более недооценено так как справедливая стоимость за это время увеличилась примерно с четырех с половиной до 9 миллиардов то есть поднялась примерно двукратно и один из вариантов визуализации этого взять процентную разницу капитализации крипто рынка в справедливой стоимость мы получим что-то такое и мы увидим что в конце 2015 мы опустились по крайней мере на 60 процентов недооценки а может даже немного больше и очень похожие вещи произошли в марте 2020 когда мы оказались достаточно недооценены но до сих пор мы с вами имеем может быть 50 55 процентов недооценки повторюсь довольно справедливые недооценки в ноябре и декабре но при этом это не значит что мы не можем не вернуться и не сделать ретест и если мы это сделаем в самом крайнем случае то мы будем еще более недооценены сегодня или через три месяца или через шесть чем мы были в конце 2022 это можно понять еще так справедливая стоимость в ноябре-декабре 2022 было около одного из семидесятых триллиона но сейчас справедливая стоимость уже более двух поэтому возврат к этим уровнем даст большую недооценку чем ту которая была в то время так как мы предполагаем что криптовселенная в целом растет в стоимости со временем из-за распространения по мере течения времени поэтому в целом вы должны помнить о моментах таких как эти и мы повторяем это в каждой серии красоты математики эти так сказать годы окончания медвежьих рынков 2014 18 22 а затем полные пред холвинговые годы и даже первые годы после холвинга это обычно не а точнее как раз время когда образуются долгосрочные периоды накопления теоретически это когда они и должны происходить но в какой-то момент этого времени как например в конце 2022 и до периода следующего холвинга обычно являются окном возможностей и как я уже говорил ранее лучшая стратегия чаще всего является стратегии долларового усреднения но повторюсь это не единственная моя стратегия по биткоину а по альткоинам я еще более требователен потому что я знаю что они обычно истекают кровью по отношению к биткоину во время годов предшествующих холвингу и во время даже первого года холвинга вот почему вы обычно видите как я выступаю против рынка альткоинов но опять же это не значит что рано или поздно мы не окажемся в ситуации они будут еще более недооценены по отношению по отношению к биткоину чем они недооценены сейчас я по-прежнему думаю что они все еще ведут неравный бой но также я думаю что присутствует и элемент кругового движения капитала когда мы с вами проходим эти фазы если мы посмотрим на ситуацию то возможно что капитализация крипты рынка за следующие шесть месяцев останется такой же как и сегодня но может произойти ротация капитала от более рискованных активов к менее рисковым активом из-за того что люди попросту ищут относительную безопасность очень похожую ситуацию мы видим и в акциях тех компаний в акциях крупных тех компаний facebook amazon google apple их акции которые действительно тащат индексы вверх они те у которых капитализация ниже и возможно это считается бегством к безопасности в технологической сфере а также в сторону более крупных компаний с высокой капитализации возможно это способ для людей выразить мнение что этих крупных компаний с более высокой капитализации есть более реалистичный шанс выжить в случае любой потенциальной рецессии в то время как некоторым другим компаниям это не гарантировано и возможно это одна из точек зрения для того чтобы посмотреть на ситуации я думаю что что-то очень похожее сейчас у нас происходит и в крипто что представлена одной лишь доминация биткоина и даже доминации blue chips если мы с вами совместим доминацию биткойна эфир за продолжительное последнее время и опять же если мы с вами возьмем процентную разницу между справедливой стоимостью капитализации рынка то получим что-то такое так что мы все еще на относительно низких уровнях посмотрите в 2015 мы провели очень много времени на самом низу и это кое к чему приводит это позволяет например социальному риску действительно обнулиться а для нас подготовиться к последующему циклу но хочу обратить ваше внимание к факту что мы можем провести долгое время в этой фазе я знаю что у крипто образовалась ралли за последние несколько месяцев от самых низов но мы по-прежнему находимся относительно низко и 2015 нам говорит что мы проводим в этом диапазоне цен значительное время так в этом ценовом диапазоне до 19 20 годы вы видите были с отскоком довольно быстрым но затем в итоге падая в течение целых девяти месяцев но в обоих сценариях мы стали еще более недооценены чем мы были скажем на конец предыдущего медвежьего рынка например в конце медвежьего рынка 2014 мы были всего лишь немного недооценены но по мере движения к 2015 мы достигли действительно глубины недооценки здесь же ситуация больше похоже на то что мы видели с вами во время капитуляции июня и с тех пор у нас образовался тренд направленный вниз до самого четвертого квартала но сейчас я вижу более долгую и скучную фазу похожую на эту и скорее всего мы с вами будем находиться по-прежнему ниже этой красной линии красной трендовой линии логарифмической регрессии являющейся монотонно возрастающей функции и над зеленой линией в течение 90 95 процентов времени этого года думаю так а нижний диапазон находится на уровне около 600 миллиардов таким образом нижняя граница 600 миллиардов а справедливая оценка 2 триллиона и у меня в голове крутятся две вещи я думал сделать два полезных упражнения в этом году одно из них перепостроить точнее не перепостроить а построить заново данные по рыночной капитализации за исключением стейбл коинов что возможно даст нам больше понимания а также потенциально пересмотреть верхнюю логарифмическую регрессию и возможно построить ее используя вот эти вершины здесь чтобы скажем они выступали для нас лучшим ориентиром для будущих циклов когда мы с вами окажемся в зоне переоценки но повторюсь что фаза для достижения реальной зоны переоценки даже хотя бы скажем на короткое время от нас все еще дальше чем один год так что я думаю у нас еще есть время для того чтобы там оказаться но если вы смотрите этот канал мы недавно говорили о социальном риске а также других рисках мы их объединили совместно в один показатель который называется итоговый риск и это довольно полезная занятие которое нам позволяет объединить и увидеть итоговый риск который включая в себя цены он чейн данные и социальный риск и на самом деле это мой любимый криптографик который мы создали на нашем сайте into the cryptoverse чтобы вы могли видеть самостоятельно возникающие приливы и отливы в криптовселенной периоды страха сомнений вот эти периоды жадности и как они перетекают из одного в другой и вы можете заметить что мы провели гораздо больше времени на уровнях с невысоким риском нежели на уровнях с более высоким риском и основная картина того что происходит в крипто в том что мы проводим годы на уровнях с низким риском а затем всего лишь несколько недель несколько месяцев на высоких рисках. И вы можете поспорить, что мы были на уровнях с низким риском с июня 2022. То есть мы приближаемся к году нахождения на уровне относительно невысоких рисков, говоря бы в индикаторе общего риска. А вот здесь вы видите, что мы находились на зоне низких рисков буквально с сентября 2014 до мая 2017. То есть мы здесь говорим о двух с половиной годах. И это как раз то, что обычно крипто и делает. Мы находимся в недооценке большой период времени. Все начинают терять интерес к этому. Затем возникает халвинг. Мы переходим к более располагающей финансово-денежной политике. И вот что происходит. Так, все возвращается. Мы переходим к фазе жадности. В криптовселенную возвращается множество туристов. А затем, по крайней мере, в каждом цикле мы привлекаем все больше людей. Большинство из них потом уходит. Но какой-то их процент остается. Они никуда не уходят. И те, кто никуда не уходит, затем пожинают все плоды в будущем. Так что моя общая рекомендация, конечно же, это не финансовый совет, но в промежутке между концом 2022, скажем, его завершении, но перед следующим халвингом, образуется как бы окно. И повторюсь, угадать время довольно тяжело. Поэтому стратегия долларового усреднения является, на мой взгляд, самой лучшей стратегией для того, чтобы выжить в мире крипто. И я пытаюсь быть честным, насколько это возможно. И говорю, что, на мой взгляд, доминация биткоина будет расти. Поэтому для меня рынок альткоинов представляет не так много интереса. Но если пара биткоин-USD вернется на ретест низов, как он это сделал или практически сделал в течение предыдущего цикла, и как сделал в 2015, мы знаем, что происходило в это время с рынком альткоинов. Так что да, капитализация рынка может снова спуститься вниз. Но мы с вами можем наблюдать отклонения, точнее, простите, перераспределения капитала от менее рискового актива, точнее, от более рисковых активов к менее рисковым. И обычно происходит то, что биткоин возглавляет движение, ведущее к следующему бычьему рынку. Верно? Обычно это все так и происходит. Я не говорю о ралли 2019 или ралли в середине 2015, мы говорим о серьезном ралли, приводящее к смещению парадигмы. К тому, что начинает означать обладание одним биткоином или ноль одним биткоином или ноль ноль одним биткоином. Ведь это меняется каждый цикл. То, что это на самом деле значит. Так что вот где мы с вами сейчас находимся. И я думаю, что есть большая вероятность, что в какой-то момент в текущем году мы с вами снова посетим эти зоны низкой оценки. Аналогично тому, как мы практически всегда это делали ранее. И я не думаю, что в этот раз мы увидим с вами что-то принципиально другое. И, конечно же, целью для нас является в какой-то момент достичь 10 триллионов, в идеале, в следующем цикле. Но, конечно, мы должны быть достаточно гибки, как бы сказал Джером Пауэлл в нашем восприятии этой возможности. Я думаю, что в конечном итоге очень многое будет зависеть от того, сможет ли инфляции вернуться обратно на начальный уровень. И если не сможет, то это вероятность для следующего цикла. Но если она вернется, то это может привести нас к уверенному возврату, который мы с вами наблюдали вот здесь, когда мы не смогли вернуться наверх. Так что подумайте об этом, и в идеале наша цель 10 триллионов. Плюс-минус несколько триллионов. И, когда мы ложимся ночью спать, мы не можем не задаться вопросом, что такое несколько триллионов для друзей. Спасибо, друзья, за просмотр. Не забудьте подписаться, поставить лайк. И до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok